Жители Саратовской области все чаще отказываются платить за капитальный ремонт. Об этом на пресс-конференции рассказали специалисты. В результате участившихся случаев отказа программа может быть поставлена под удар. В фонд капремонта постоянно поступают все новые и новые отказы. Сейчас их число достигло почти полутора тысяч. Между тем, чиновники грозят неплательщикам тем, что в ближайшее время за долги будут начислять штрафы. Представители Минстроя предупреждают, что если оплату не начнут носить, то отправятся в суды и взыщут с должников все до последней рубашки. Все эти разговоры, все эти мнения, все эти заявления, они носят характер непрофессиональный, мало того, незаконный. Закон четко говорит, что взнос за капитальный ремонт – это обязательная оплата каждого воображения Российской Федерации. И если он будет не уплачиваться, то будет вестись необходимая претензионная судебная работа. Несмотря на то, что программа призвана дать каждому дому новое будущее, многие жители могут его так и не дождаться. Выходит так, для того, чтобы дом получил право на капитальный ремонт как можно быстрее, показатель сбора средств должен быть на максимальном уровне. Потому, если в вашем доме много тех, кто платежки игнорирует, то вы можете остаться ни с чем, даже если добросовестно вносили всю положенную сумму. У этих, напоминаем, квартирных домов уровень сбора должен быть не менее 80%. То есть все платежки в этом доме фактически должны быть добросовестны. Вот эти три основных аспекта, на которых будет работать эта комиссия. И, конечно, техническое заключение, непосредственность, признаки ветхости, аварийности. А вот в одном вопросе под давлением жителей новостроек чиновники все же решили пойти навстречу. Для тех, кто заселился в недавно построенные дома, срок платы за капремонт планируют сдвинуть на несколько лет. Продолжение следует...